К новому человеку можно прийти только через старого. Надо вернуться назад, и Бог дальше тебе или этого оставит, или нового даст. Но если ты ушел туда, дальше идешь. Там пустота. Всегда только назад победа. Туда пустота. Если мы рушим то, что Бог сделал, Бог не будет ничего давать нового. Нас будет воспитывать. А если я согласна с тем, что я ошиблась, совершил неправильный поступок, мечта моя меня завлекла. Мечта. Видите, как опасно. Сейчас современный психолог говорит, мечтай, и все у тебя получится. Не мечтать надо, а жить правильно. Изучать, что такое любовь настоящая. Нас манит вот эта вот влюбленность. Хочется того, чего нам хочется. Надо понять, чего вот Бог может нам дать и жить с этим, терпеть, принимать. И там будет счастье в этих отношениях. Мы думаем, только когда мечта выполнится, осуществится, тогда будет счастье. Нет, мои хорошие. Счастье будет, когда мы выполним свой долг перед Богом. Когда будет счастье. Вот Бог дал человеку. Надо с ним достичь счастья. Потому что всегда кажется, что где-то на стороне лучше. Так устроен человек. Нам всегда кажется, что что-то другое лучше. Но это иллюзия. Вяда объясняет, что есть шесть врагов человека. Враги – это демонические такие силы, которые просто нас засасывают, наше мышление. Мы теряем правильное представление о жизни. И потом разрушает судьба. Первый враг человека называется вожделение или мечта. Мечта вот эта вот, картинка вот эта, что у меня вот, как бы, по-другому все должно быть шесть. И просто эта картинка взяла, как бы, меня засосала. И я мужу, который, как бы, жил со мной, верил, что все хорошо, уже дети есть с ним. Я ему сказала – прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда. Под белым небом января. Прощай. И ничего не говори. И ничего не обещай. Чтоб понять мою печаль. Густое небо посмотри. Чао, Мамбина. Сори. Ну, хорошо. Раз ты такая жестокая, значит, Бог тебя накажет за это. А он в шоке вообще. Ну, че он такое сделал-то вообще? Нормально был. Ну, не такой сильный, крепкий, как хотел. Ладно, но я же по-доброму себя вел с тобой. Чего тебе не хватало? Не хватало мечты. Мечты не хватало. Это очень опасно так себя вести. Потому что мечта – это враг человека, это демоническая сила, которая разрушает человеческую жизнь. Картинка возникла в голове. И все, она уводит человека из семьи. Увидел себе мечту свою, бросил жену с детьми, пошел. Бог будет сильно наказывать, сильное оскорбление судьбы. Удержал людей вместе, создавал семью. Ты раз – пошел куда-то в сторону. Нехорошо. Второй враг человека называется гнев. Гнев – это сила, которая, ну, просто из справедливости. Вот я правду знаю, я знаю уж как правду. То есть человек правду ставит выше любви. И он, я же за правду. И я на человека разгневался за правду. Особенно опасно гневаться на старших и возвышенных людей за правду. Особенно также опасно критиковать духовно развитых людей другой веры, считая, что они плохие, неправильные. Разгневался на человека, на любого. Гнев разрушает тебе видение чистоты людской. Ты только грязь начинаешь видеть. Гнев потом расширяет твое видение грязи. Ты начинаешь в больших людях видеть грязь. В больших людях. Все больше людей критиковать. И этот процесс никогда не останавливается. И еще сейчас, что происходит? Люди, чтобы подтверждение своей критики, своему гневу найти, они лезут в интернет и там всю грязь собирают. Потому что сейчас найти критиканов несложно. Для этого надо просто залезть в это дерьмо, которое называется интернет. Понимаете? И в результате ты там в этом интернете, вот, ничего, никакого интерда не найдешь. Понимаете? Будешь там в этом дерьме сидеть и все больше критиковать. Все больше критиковать. То, где ты оскорбление совершил. Критикуешь государство, значит, будешь все больше его критиковать. Критикуешь святых людей, будешь больше критиковать. И так далее. Называется гнев. Или поиск правды. Не там, где надо. Результат. Человек теряет возможность видеть чистоту. Жизнь его идет под откос. Он становится очень грязным, как личность. Теряет себя. Следующий враг человек называется жадность. Край разгубил. Жадность. Это враг демонической силы. Что такое жадность? Человеку говорят, Да что ты мучишься-то? Вот они ключи от квартиры. И деньги лежат. Бери. Пользуйся. Живи. О том, что потом надо в два раза больше заплатить будет, если не в три. Никто не говорит. И о том, что ты потом в рабстве будешь в этой квартире жить. Потому что человек не может быть счастлив. Понимаете, клетку можно сделать очень красивую. Такую благоустроенную. Но птица бывает счастлива только на свободе. А если человек попал в клетку своей ипотеки, он не может быть счастливым, потому что он живет в зависимости все время. Ему хочется освободиться из этого долга. Он мучается, как птица в клетке. А лучше бы ты жил на свободе в своей маленькой квартирке. Как в мультфильме «Чиполино» был. Там такая Чиполино в своей маленькой квартирке. Голова и домик такой. Да своя. Жадность делает человека напряженным. Он начинает очень много работать. У него нет свободного времени. Нет возможности общаться с друзьями. Спокойно покушать. Уделить время детям, жене. Отдохнуть. Полечиться. Все это не украдет. Жадность. Некогда работать надо. Так в результате он истощается. И истощает до тех пор, пока не разваливается семья. Поэтому, веды говорят, есть три дороги. Первым путем пойдешь. Себя потеряешь. Это гнев. Вожделение. Вторым путем пойдешь. Коня потеряешь сколько? Жену. Это жадность. Вроде бы все хорошо. Ты там ипотека, квартира. А в результате того, что времени нет, люди теряют любовь. Некогда любить. Надо работать. Теряются силы постепенно. Сохнут, сохнут люди. И потом уже не могут вместе жить. Потому что нет любви. Нет счастья. Все постылило. Хотя квартира уже выкуплена вроде бы почти. Или выкуплена. Уже счастья нет, потому что разрушены отношения. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия это водка, сигарета, наркотики. Это когда человек счастье хочет дешевым способом добыть. Казино. Результат деградации. Это вот первый путь. Себя потеряешь. Третий путь это счастье найдешь. Себя обретешь. Это путь благости, путь знания. Следующий враг человека называется зависть или злоба. Гнев это когда ты правды ищешь, а злоба, зависть это когда ты уже правды не ищешь, а просто не любишь кого-то и все. Это разрушает жизнь всю. Удачу разрушает человека. Бог не любит такого человека, не дает ему удачу в жизни. Нет удачи у таких людей, которые постоянно не любят кого-то в жизни. И последний враг человека называется безумие. Безумие это уже с прошлой жизнью мы что-то сделали не так. Потом бац, шизофрения, человек заболел, эпилепсия. Это наказание очень суровое такое, которое побеждается только сильной молитвой. Милостью Бога побеждается безумие. Безумие это психические заболевания. Когда дух заходит в человека, дает ему жить нормально. Какие еще вопросы у вас к нам? Ну, мужчина выспросит. Сейчас принесут. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Сегодня будет море цветов. А поставьте там вот ведерко, наверное, стоит спереди. Ведерко стоит, посмотрите. Вот здесь, вот-вот. А там? Да, там водичка поставь. Спасибо вам большое. Сегодня розы есть, у нас и тюльпаны, и столько всего. И апельсины еще принесли. Будем апельсинами кидаться. Могу даже купить? Да. Бабы, 18-7 кипа, не будет даже не так и так сказать. У вас все нормально. Ну, и так, и так нормально. Просто по найму у вас не проработана вот эта внутренняя возможность уважать старших. Не проработана. Она мешает вам жить. Вам тяжело, когда кто-то вами командует. Когда вы работали на себя, вам было свободнее, легче жить. С этой точки зрения, как бы, лучше так жить. Вам. Если говорить по найму, то это более перспективный способ жизни. Но надо при этом начать уважать старших. Понять, что Бог над вами ставит людей не зря. Уважать Бога. Ну, люди могут ошибаться, вести себя неправильно, но если Бог и поставил туда, надо их за это уважать. Если человек так настроен, то его начинают развивать, продвигать вверх. Вы пока бунтуете, вы не уважаете. Вам надо развиваться как личность. Вы сейчас не думаете, что вы можете еще куда-то как-то устроиться и что-то в вашей жизни поменяется. Вы достигли своего предела. Вам теперь нужно меняться как личность, качество свои внутренние развивать. И тогда будет развитие уже в деятельности у вас, следующий этап. Вам надо вот от этого этапа дойти с помощью внутренней жизни. Молитва, изучение, как правильно вести себя с людьми. И как нравится, хочется, а как надо. Победить свои чувства, понимаете? Чувства или мысли человека, они очень буйные. Они хотят своего, понимаете? И есть два типа людей. Одни чувства позволяют чувствам, что хотят, то и делать. А другие их контролируют. Чтобы чувства контролировать, для этого надо очень сильно иметь какую-то отдушину. То есть природа, добрые люди, Бог. То есть нужно жить внутренней жизнью. Отдушина означает внутренняя жизнь. Очень сильно нужно быть наполненным этой внутренней жизнью, чтобы чувствам не позволять критиковать, злиться, обижаться. Понимаете? Чтобы они терпели судьбу, принимали. Ну то есть два типа людей. Одни люди, они позволяют мыслям делать, что хотят. Эти люди катятся в пропасть, понимаете? Хотя жизнь такая вот, когда ты чувствам позволяешь делать что угодно, она кажется полегче. Но это движение с горки, понимаете? А вот подняться в горку, то есть начать уважать старших, начать выполнять свой долг правильно, терпеть несправедливость. Это трудно. И это именно вам надо сейчас развивать себе. А вот второй путь вот такой вот, ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных, результат, пропасть. Хотя весело так проскакать чуть-чуть. Это вам предупреждение, песенка. Будьте осторожны. Вы немножко начали превышать свои возможности, полномочия. Не делайте туда дальше никаких шагов, все будет разрушено. Классно же это так. Пусть летят. Вопрос, куда летят. Можно же не туда улететь, вот в чем проблема. Ну девушка на первом ряду, вот вы, скромная, активистка на первом. А что? А, нет. Я самое главное, чтобы вычислила. Очень счастлив. Когда вы направили диагноз, например, угрозная дисплазия. Какая? Угрозная дисплазия. Дисплазия? Угрозная дисплазия. Давайте поставим семена в уши. Это сильная методика, реально сильная. У нас сейчас даже есть результаты по сахарному инсулину, диабету. Сахар, это селенозависимый сахарный диабет. Представляете? Дети, ребенок на инсулине. Ставим семена. Сахар в крови падает. Инсулин убирает. Сильное такое воздействие. Мы сейчас, два случая уже у нас таких были. Многим с аутизмом помогло, многим с тяжелым заболеванием. Это сильная методика. Уши связаны с внутренней регуляцией мозга. И мы поэтому подбираем, что на эту регуляцию может повлиять. Ставим в уши, человек носит, и у него постепенно улучшение. От вас тоже много. Зависит обратная связь нужна при таких заболеваниях. Не помогает, что-то еще сделать. Мы делаем. Не помогает, что-то еще. Раз, и помогать началось. Как только помогать началось, сразу движение. Все эти дисплазии означают нехватка движения. Организм слишком расслабленный, вялый. У вас тоже очень вялый организм. Но тоже надо много двигаться. Давайте поставим семена сначала, чтобы в организме пошел вверх. Потому что в таком состоянии опасно сейчас сильно нагрузки большие делать. Нужно сначала его активизировать, а потом пошел, пошел, пошел человек сам уже. Чуть-чуть помочь и пошел, пошел, пошел. Вот супер. Сначала ходите, следите за ней. Ходите сначала. Следите, как она будет ходить. Главное, чтобы не было слишком сильного обострения. Несомненно, это правильный путь. Если она будет ходить в день по 8 километров, в ней пройдет болезнь. Это правильный путь. Но надо его аккуратно идти. Потому что вначале эти пути будут небольшие обострения. Надо потом не бояться, двигаться дальше, дальше. Как побеждать все. Ладно, мои хорошие. Сейчас уже начнем с вами беседу. Вчера мы говорили о том, что человек должен учиться любить. Не наслаждаться любовью, а любить. Любовь это всегда служение. Понимаете, это всегда возможность преодолеть свою зависимость. И начать побеждать судьбу. Помогать другим. Все это начинается с природы. Понимаете, потому что природе служить легче всего. Вот легко в огородике покопаться. Легко радоваться морю. Радоваться солнцу. Понимаете, легко. Это естественно. Потому что природа наша мать. Ей легко радоваться. Понимаете. А потом, по аналогии с этим, можно также служить людям. Помог приятелю устроиться на работу. Ввел жену в театр вечером, в субботу. Под дом накормил бездомных собак. Любнулся прохожему на улице просто так. И так далее. То есть начал служить всем. Вот в этом настроении начал жить. Это очень здорово. Но первый этап вот такой. Стою среди хребов, на лудикой меже, На верность полю притягаю. Хреба на лено, хреба на дна, Хреба на счастье, хреба на славу. Из краев спектр в мир, Здесь ласковый разрыв, Здесь солнечных хребов моих держа. Любовь. Нужна любовь к человеку в жизни. Не хватает любви. Сначала. Нужно наполниться этой любовью, Потом дарить близкому человеку. Ну разве мы, ну что же мы, Случайные прохожие, Пускай немного разные, В общем-то, похожие. Обиды перемирятся. Случайные, недавно. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главные. Понимаете? Для этого нужны силы внутри. Просто так ты это не сделаешь, Потому что нету сил Сказать такие слова. Нету сил. Они берутся от природы сначала. Любовь к природе. Потом дальше идет Люди уже. Ищите добрых людей в жизни. Ищите. Они в храмах находятся, Эти добрые люди. Ну вот на таких лекциях приходят. Смотрите, сколько добрых людей собралось. Ни один злой человек меня слушать Даже часа не сможет. Убежит отсюда вообще. Шансов нет. Потому что я вообще такой непонятный человек. Позволяется. И слишком много там в интернет пишут. Людям говорит. Все, что хочет. Понимаете? Поэтому Вы добрые люди все. Знакомьтесь между собой. Перед лекцией, после лекцией. Знакомьтесь. У кого подружек нет, поднимите. У вас подружек нет? У вас нет? Вы видели вот девушку? Вот. Вот. У нее подружек нет. Вот еще. Вот. Ну-ка поднимай. Вот после лекции. У кого подружек нет, вот туда вот. Тут угол. А Дмитрию, кто хочет дружить, помогать всем, у кого подружек нет, то да, за ними. Всех расхватать, дружить с ними. Надо помогать людям. Учитесь любить друг друга. Человек идет в жизни всегда в сторону на меньшего сопротивления. Я не говорю сейчас об этих врагах человека, которые вообще просто вышибают жизнь напрочь. Это вот эта вот влюбленность, или вожделение, или мечты о лучшей жизни. Это сразу уничтожает всю жизнь. Человек мечтает, думает, все нормально будет. Ты мечтаешь, ты копишь эти мысли. Они притягивают кого-то. Потом человек появляется, и до свидания, муж. А дальше будет жесть уже в жизни. Понимаете? Разгневался, начал глушить свою жизнь гневом. Перестал видеть хорошее в человеке. Дальше будет жесть. Жадность тебя сгубила? Мучайся, терпи. Преодолевая трудность эту. От жадности просто так не избавишься. Она наказывает годами. Иллюзия пришла в твою жизнь. Только Бог тебе поможет. Если муж пьет, значит молитесь. Там, где есть свет, светлячки все гаснут. Веды сравнивают духов злых со светлячками. Они гаснут, когда Господь свой свет в вашу квартиру прольет. Вино связано с веселящим духом. Он у человека забирает волю, силу воли забирает, и дает ему счастье взамен. Человек счастье получает за так. Думает за так. Потом, когда он захочет быть счастливым сам, у него не получится. Ему придется выпить. Понимаете? Это называется рабство. Человек в таком рабстве живет. А если вы хотите его сводить, близкого человека, от рабства, тогда победите свою судьбу, контактам с Богом. Молитесь Богу. И вы победите. Человек должен знать секрет этой жизни. Секрет этой жизни заключается в том, что есть личность, которая может помочь. Она хочет с нами иметь отношения. Она хочет нам помогать. Она может разрушить все препятствия жизни. Она может и хочет. Но есть два условия. Первое. Когда вы молитесь Богу, надо думать только о Нем. и второе условие. Не надо хныкать. Надо просто верить. Надо понять это. Почему человек страдает? Не верит в победу. Если человек имеет какую-то трудность жизни, но он верит в победу, страдания нет. Есть только объем работы. И надо его делать. И все. Но если ты не веришь в победу, тогда ты страдаешь. Почему мы не верим в победу? Потому что мы не чувствуем в сердце Бога. Мы не понимаем его функцию. Мы не понимаем, что он невидим. Но он невидим. Не зря тоже есть причина на это. Мы недостойны пока еще его видеть. И поэтому мы сюда попали, в этот мир, где Бога не видно. Хотя он все делает здесь. Человек, который знает об этом, он не чувствует страдания. Он чувствует просто, что надо трудиться дальше сердцем, потому что есть объем работы, его надо выполнять. Так устроена жизнь человека, который чувствует победу. Или, по-другому сказать, верит в Бога. А это одно и то же. Чувствует победу означает верить в Богу. И когда человек живет вот с этой верой, он понимает, что к Богу направляют природа, потому что это энергия Бога. Добрые люди. Вот, допустим, человек, который верит в Бога, он не психологу, не к астрологу пойдет на консультацию, а к доброму человеку пойдет. Потому что через добрых людей Бог сам тебе скажет все, что тебе нужно в жизни. Потому что доброта человеческая, доброта человеческая, это и есть энергия Бога. Вот что побеждает, допустим. Давайте разберемся, допустим, как действует время или судьба. Время напрягает все вокруг. Вот, допустим, взять тело. Четыре стадии зло влияния времени. Первая стадия что-то у меня со здоровьем не так. Что не знаем, что-то не так. Плохо себя чувствую. Вторая стадия у меня есть проблемы. Третья стадия я болею, мне больно, мне плохо. Четвертая стадия разрушения. В отношениях первая стадия что-то у нас в отношениях что-то не так, не клеится. Вторая стадия перещелкивает человек говорит я хорошее, а ты плохой. Вторая стадия она разрушает веру в человека. Я хорошее, а ты плохой. Третья стадия ты враг уже, чужой мне человек. Говорит, ты мне чужой человек. Ты не плохой, а чужой. Четвертая стадия развод. Между странами первая стадия что-то у нас как-то не так у себя. Вторая стадия мы хорошие, вы плохие. Третья стадия вы враги. Четвертая стадия война. Что уничтожает влияние времени. Это просто время так делать. Пришло время, это все пошло. Так запускаются все эти процессы. Как победить судьбу? Доброта. Сможем? Доброта. Здоровье испортилось? Доброта. Будь добрее ко всему в жизни. Саму телу будь добрее. Выводи его на улицу. Учись видеть красоту мира. Телу станет легче. Ты же его мучаешь постоянно. Давай еще немножко поработаем. Если кот Васька попал в спирт, то есть можно какое-то время выживать. Выжимать но в какой-то момент он может сдохнуть неожиданно. Выжимаешь его, да? Еще капельку спирта, еще Васька сдох. Понимаете, почему так происходит? Так мы с телом со своим обращаемся. Тело надо лечить. Доброта нужна к телу. На природу его попаститься. Нет. Эксплуатируем. Хочу нажраться хоть последний раз вечерком. Но вот последний раз нажрался. Понимаете? На природу не пойдешь, некогда, работать надо. Ну, тело потом в какой-то момент изогнулось. Скорая помощь. Жене тоже последний раз ей докажу правду. Последний раз доказал. Ушла. Что же я надел? Видите, доброта нужна. Доброта она идет от Бога. Это божественная энергия. Не хватает доброты у нас в жизни. Нужно ее искать, копить в сердце доброту, копить. Нет доброты, не хватает. Нервничаешь на все, реагируешь нервно, разрушаешь свою жизнь. Опасно так жить. Нужно откопить доброту. Она от молитвы идет, от цветных мест, от природы, от добрых людей, от храма. Ну, схожди в храм, постой там, наполнись доброты. Это в мире огромном, в котором живем я и ты. Не хватает тепла, не хватает людской доброты. Будем вместе учиться друг другу беречь и любить. Будем вместе учиться друг другу как звезды светить. Весной зашумит вода, зимой запоют века. Давайте, друзья, всегда тут кружево скалат. Если человек добра желает всем, то он начинает чувствовать природу. Весной зашумит вода, то есть он начинает чувствовать воду. Зимой запоют ветра, то есть он начинает как бы радоваться снегу и метели. Фу, что сегодня за погода такая метель. Нет, снег пушистый летает, летает и поземка клубя заметает метель, заметает все, что было до тебя. Заметает, давай, любить, радоваться. То есть надо копить силы, копить силы, главная проблема современного общества, моя хорошая. Я вам это буду говорить, повторять вновь и вновь. Если не начнете бегать, ходить быстро, не будете иметь силы. Будет все разрушаться в жизни, потому что сначала ребенок сосет сисю, он наполняется, а если кушать, сиси нет, что он делает? Ведет себя плохо. Почему он орет? Потому что он демон, потому что кушать хочет. Мы понимаем это. Точно так же наша психика устроена. Почему мы капризничаем? Почему мы злимся? Почему обижаемся? Сил не хватает. Но силы в этом мире человек может получить только через аскезу. Вытаскивайте себя на улицу, начните бегать, начните зарядку делать, ходите в спортзал, посмотрите какие там стройные красивые люди в спортзалах. Это же хорошо быть таким. они такие самодостаточные, радостные такие. Посмотрите на них. Красивые. Да хорошо же, понимаете, надо быть сильным. Надо наполняться силой. руси, CSW руси, с руси, с руси, вот руси. руси. Субтитры создавал DimaTorzok Я здесь у вас останавливался у одной очень хорошей женщины дома. Она мне свою квартиру оставляла. И мы с моим помощником Максимом ходили купаться осенью. Там река течет рядом. И купались там. Мы ей говорим, какая река у вас хорошая. Мы там купались, но решили ко мне похвалиться. Она говорит, Олег Иванович, я знаю, каждый день купаюсь. Вот и все. Человек уже в возрасте. Бодрячком. Так надо жить, мои хорошие. А уже почти зима. Я с самолета прилетел. Был длительный у меня поездка по Сибири, Дальним Востоком. 15 тысяч километров прилетел. Прилетел домой вообще никакой. Приехал. А у меня рядом с домом течет ручей. И там такой заводь небольшая. И вот так по грудь воды натекает. Ну такая небольшая речушка со всеми. И вот там прям Бог специально для меня сделал. Там поворот реки и как бы и заводь по грудь можно вставать. Я туда сразу пришел из дома и туда пошел. В этот овраг. Выживать. Осень уже, вода ведена. Встал туда, в эту воду. Тело все полностью онемело. Я его не чувствую. Там раз чувствую, сила пошла. Вот эта вся энергия перелета выходит из тела. И энергия природы заходит туда. Прямо такое вот счастье внутри. Расслабление. Но сначала было очень тяжело. Скеза. Там напротив сидели мужички. Наполнялись энергией природы. Вот. И в это время один из них посмотрел на меня. Говорит, ну я не могу, но я пойду посмотреть. Пошел. Они видели, как я там стою. Я молитву читал внутренне. Все стояло. Подошел ко мне такой там. Встал. На обрывчике чуть-чуть повышал. Смотрит. Говорит. Слушай. Я, говорит, смотреть на тебя не могу. Мне холодно становится. Я посмотрел на него и говорю. А я на тебя могу. Мне тепло становится. Он такой шел думать. Да там вышел и прям как заново родился. Понимаете? Вот как заново родился после этих перелетов. Мои хорошие, надо так учиться жить. Надо вытаскивать себя из дома, от телевизора. Идти, гулять, всем улыбаться, копить силы. Иначе возможности победить судьбу нет. Без силы себе помочь невозможно. Что касается отношений и ожиданий. Мы ждем счастья. И поэтому страдаем. Две вещи всего. Первое. Мы ждем счастья. А надо быть наполненным. Не ждать никакого счастья. Семья создана для того, чтобы счастье отдавать. Любовь возникает постепенно. Не сразу. Постепенно. Мы отдаем. Мы отдаем. Мы служим. Если мы наполнены. Если мы служим истощенным состоянием. И нам не отдали назад. Думаю. Ай. Я им приготовил. Даже спасибо не сказал. Понимаете. Это служение только усугубляет ситуацию. Отношения только портятся. А если человек наполнен, приготовил. И одарил тебе привет. Просто так. Вот. И пошла. Счастливая такая. Он поел. Но она счастливая. Подходит. Спасибо тебе. Что нравится же с счастливыми людьми общаться. Не за что. Могу еще приготовить. Понимаете. Он думает. Вот у меня жена какая. Красивая. Счастливая. Жизнерадостная. Видите. Самодостаточные люди всем нравятся. Всем нравятся. Но невозможно быть самодостаточным. Для этого нужно быть наполненным. Но если человек наполненный. То он убежается. Убежается. Убежается означает. Ждал. Что тебе дадут. Но не дождался. Это обида. Или гневается. Означает. Я тебя заставлю. Мне давать. То есть мужчины часто гневаются. Они хотят сейчас силой получить. Женщины часто обижаются. Обижаются означает. Не дождалась. Разочаровалась. Поэтому даже если у людей есть влюбленность друг к другу. Они испытывают вот это счастье. Отношения друг с другом. Все равно они будут страдать. Пока они не научатся любить правильно.